Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами очередной мукпанк, как всегда. И значит у нас все изделия, которые я купила. Здесь у нас булочка сосиска, вот такая вот пицца, которая продавалась еще когда я была в детстве в столовой. Я ее очень люблю. Она чем-то напоминает обычную булку, какой-то бутерброд, так скажем. Не совсем напоминает пиццу, но вот эта круглая пицца, мне кажется, была во всех столовках. Дальше обычная вот такая булка, просто сладкая и смит. Давайте приступим. Я не хотела сегодня снимать видео, потому что у меня были другие планы на сегодня. Я собиралась пойти на лазерную эпиляцию, затем пойти к стоматологу. Вы знаете, что несколько дней я собираюсь к стоматологу. Я не могу попасть к стоматологу, потому что у меня появились усы. Мне как-то стыдно к нему идти, знаете, такая усатая и с бородой. У меня по идее, извиняюсь за подробности, но где-то три волосика здесь на подбородке. И несколько, прям, прям несколько волос пушковых вот здесь вот. Мне стыдно идти к стоматологу, потому что, когда вы идете к нему, прям такое, знаете, сильное освещение. В обычной жизни, возможно, никто даже не заметит, но у стоматолога это заметит. Тем более, когда стоматолог мужчина. В общем, я говорю о своих недостатках, боюсь, что увидит это стоматолог, а потом рассказываю на всю страну. А кто ходит на лазерную эпиляцию, девочки, вы, наверное, знаете. Раз начала курс лазерной эпиляции, то нельзя выдергивать. Как выдергивать? Делать эпиляцию. То есть просто пинцетом пройтись категорически нельзя. Можно брить, например, ноги. Но именно эпилятором проходиться или просто пинцетом ни в коем случае нельзя. Я не постоянно хожу на лазерную эпиляцию, но, например, чисто взять мои ноги, там стало на 70% меньше волос, чем было изначально. И те волосы, которые растут, они пушковые, они очень тоненькие. Ну, в общем, суть в том, что я должна была сначала сходить на лазерную операцию. Позвонила туда, там сказали, что мест нету, все забито. Записывайтесь заранее. Стоматологу позвонила и отменила. Сказала, что у меня дела. Срочные вышли. Никак не получается. Все перенесла на завтра. Решила завтра как раз-таки и вложик снять для вас. Уверена, что вам понравится. Как вкусно. Еще у нас дома выключили газ. Обожаю булочки с сосиской. В общем, когда у нас отключают газ, у нас отключается отопление. Потому что у нас отопительная система, она как раз-таки работает при помощи газа. Поэтому все взаимосвязано. Не смогла сходить на лазер, не смогла сходить к зубному. Дома нету газа, нету света, ничего. Сидишь такой в холоде. Поэтому думала снимать что-то или не снимать. Пицца невкусная. Обычно она бывает с колбаской. А здесь с грудкой. И причем грудка, она какая-то не соленая. Стоила такая 45 рублей. Один монат. Повторя. все взаимосвязано все до кучи я решила просто один день отдохнуть вот сегодняшний день вчера у меня были отчеты до ночи прям до трех часов ночи я сидел все это дело у меня прям глаза красные мне просто очень много воздействий с телефоном с компьютером и это нехорошо на самом деле нужно больше гулять ходить на свежем воздухе все дела и ютубчик у меня связан с интернетом еще плюс рекламодатели все 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 для кого-то что-то надо снять поэтому я чувствую что у меня зрение ухудшается с каждым днем несмотря на то что я ношу очки я вот постоянно когда и с парнем разговариваю меня то sunlight то игру играю нагружаю глазки давайте немного поотвечаем на вопросы елена ты задает вопрос леночка тебе огромный привет айка ты всегда рассказывал про то что ты очень любишь дом 2 долгое время его смотришь почему тогда ты не пошла туда как участница там еще длинный вопрос почему не пошла потому что раньше когда я смотрел дом 2 я была совсем мелкая а сейчас у дома 2 очень плохая репутация например там ты заканчиваешь отношения с одним молодым человеком ты сразу должна начать строить отношения с другим просто так тебе никто зарплату платить не будет то есть ты сразу должна присматриваться я не думаю что я там смогу найти вторую половинку мне вообще мне кажется что большинство участников идут туда ну чтобы в какой-то степени получить какую-то популярность но никак не за любовью я если честно так думаю но в процессе совместной жизни не знаю придирки возникают чувства любви но это место мне кажется для людей очень ярких которые будут выкрикивать свое словом конфликтовать с кем-то я никогда не была таким человеком то есть если бы даже я туда бы пошла мне кажется первое второе голосование я бы ушла за ворота мне кажется логичнее пойти туда возможно найти вторую половинку накопить денег получить какую-то популярность это какой-то старт но опять же тоже сомнительный старт кому-то нужна такая слава кому-то нет опять же все индивидуально но я предпочитаю просто оставаться в роли зрителя следующий вопрос читаю много комментариев касательно твоего парня хочу спросить алька не боишься ли ты что твой парень начнет тебе запрещать все после свадьбы я считаю что такого не будет я так думаю по крайней мере если такое будет я не буду подчиняться я скажу ты чё ты когда познакомился со мной я была блогером у нас еще идет война за фотку в купальнике я очень хочу выставить в инстаграм фотографии в купальнике у нас всегда на этой почве возникают какие-то недопонимания я вот одного понять не могу вы реально идете по боку полно девушек в шортах идете на море например все девушки в купальниках их видят мужчины тоже то есть на пляже меня могут видеть в купальнике а в инстаграме нет мне лично кажется что чем больше мы общаемся с парнем не то что он меня подавляет он становится похожим на меня он мне по крайней мере хочется в это верить многие вещи которые он раньше считал вообще неприемлемыми сейчас он как бы равнодушно к этому относится если брать мою маму мама считает что я слишком мягкая что где-то я должна постучать по столу искать нет вот так сказать вам честно я всегда боюсь остаться одна хотя нет ни 30 ни 35 ни 40 все равно не знаю меня всегда внутри есть боязнь что я останусь одна никому не нужно так и не смогу найти вторую половинку все дела хотя они например одногруппницы можно сказать 70 процентов не замужем вот хотя мы недавно универ закончили но все же то есть я не могу сказать что все замужем мои ровесницы я только осталась в девках такого нет абсолютно в общем на этом все мои хорошие я наелась хотя смит даже не притронулась просто чисто для красоты здесь лежал зато я булочки с сосисками поела поела половину такой пиццы было очень вкусное кофе у меня тоже закончился если вы тоже кушаете то приятного аппетита всех люблю целую с вами была кемили пока пока